Спасибо. Пару лет назад известный лидер Венесуала Уго Чавес выступая с трибуны Организации Объединенных Наций заявил «Коледи, господа, здесь, на этом месте был Сатана». Он имел в виду президента Соединенных Штатов, который выступал до него. Так вот, я вам хочу сказать, что Уго Чавес, наверное, ошибался. Потому что настоящий Сатана не там, а здесь. Потому что не было еще такого, чтобы в один год у нас была и пандемия, и засуха. Правильно или нет? И аресты президентов, и самая высокая инфляция, и пожары по всей стране, и полное обнищание страны. Почему это происходит? И я вам скажу, не только потому, что священники в церкви, наверное, впервые в истории страны, не упоминают при молитвах имя Майи Санду. И не только потому, что у нее нет детей, нет родина, и семьи, и веры. Вы видели ее хоть раз в церкви? Вы видели, чтобы она вас, скажем так, да, благословляла, да, или как-то сказала, вот сегодня Пасха, я поздравляю вас с Пасхой, я поздравляю вас с Рождеством. Она поздравляла нас только с Дей Парадами, она на 9 мая вдруг ей становилось плохо, и она не приходила. А на 10 мая ей становилось хорошо, и она встречалась уже с Генсеком ООН, и леших знает еще с кем. Но почему так произошло? И я вам скажу, эти люди служат не Слову, потому что вначале было Слово, и Слово было от Бога, и Слово было Бог. Так написано, и так есть. Они служат цифры. 7 апреля 2009-го, в День Благовещения, святой праздник нашей страны, они подожгли парламент, президентуру и всю страну. Им показалось мало. В 14-м году, в ноябре, по-моему, 13-го или 14-го, в тот же день, когда они ратифицировали договор об ассоциации с Европой, в тот же день был украден миллиард. 7 апреля этого года, они приняли в первом чтении закон о запрете, внимание, Георгиевской ленты, Георгиевской, святого Георгия. А 20 апреля, в день рождения Гитлера, этот закон был окончательно принят и опубликован в монитору ПЧАЛ, то есть он вступил в силу. Случайность, скажете вы? Не думаем. 24 апреля, уже на день рождения Майя Санду, они арестовали президента страны, Игоря Дадонова. Правильно? То есть на день рождения Санду они арестовывают. Ну, любят люди цифры. Ну, что поделаешь, да? На 9 мая, я сказал, им становится плохо. А потом, в день защиты детей, да, с 1 июня по 10, когда мы проводили день семьи, они проводят гей-парады. Сначала и день Европы, и одновременно гей-парады. Но что дальше? А дальше, коллеги, мы видим, что сегодня, да, они в последний день заседания парламента, они берут и опять устраивают судилище над Игорем Дадоном. Но знаете, все-таки, что хорошо? А хорошо то, что сегодня, когда завершилось это заседание, да, и был последний день, пошел дождь. А дождь, это всегда надежда. А дождь, это всегда чистота. А дождь, как говорил Иисус, я есть истина, свет и путь. Но свет, он всегда рядом с дождем, да? Он рядом с водой. Потому что вода жизнь, вода надежда. И я верю, что начиная с сегодняшнего дня, когда было последнее заседание парламента, я хочу верить, что оно будет последним заседанием вообще этого парламента. И после этого мы вместе с вами избавимся от сатаны, избавимся от антихриста, избавимся от этой желтой чумы, которая проникла уже не только в страну, она проникла в головы и в души наших граждан. И я думаю, что этот день дает нам надежду, что мы вместе с Божьей помощью, и с вашей поддержкой, каждого из вас, воспрянем, объединимся в один кулак и победим. Согласны с этим? Жоз, Майя, Санду! Жоз, Майя, Санду! Жоз, Майя, Санду!